Путь к миру или лес не без шакалов? В этом фильме мы опираемся только на документы и публикации в СМИ. В остальных случаях мы не обвиняем, а предполагаем, выстраивая логические цепочки. Здравствуйте! С вами аналитика Юга России Евгений Михайлов. Сегодня у нас достаточно необычный сюжет на фоне того, что мы обычно занимаемся расследованиями. Сегодня мы поговорим о российско-турецких отношениях и роли в них республики Азербайджан и ее общественных деятелей. Отношения России и Турции на протяжении 500 лет дипломатических связей были сложные, либо очень сложные. Западная цивилизация всегда пыталась поссорить сначала Османскую империю с Российской империей, а после уже Советский Союз с Турцией. Несмотря ни на что, наши страны пришли к пониманию того, что только вместе мы сможем изменить существующее давление Запада и США, которое мешает нормальному развитию союзнических отношений. Стоит вспомнить, что в нашей совместной истории были и знаменательные события. 26 июня 1833 года русской и турецкой дипломатией был одержан блестящий успех. В местечке Ункяр и Скелесе было подписано русско-турецкое соглашение на 8 лет. Россия и Турция отныне обязывались консультироваться в отношении вопросов безопасности и защищать друг друга от третьей державы. В первом пункте договора значилось. По элику этот союз имеет единственной целью защиту обеих держав против всякого покушения, то император Николай и султан обещали согласоваться откровенно касательно всех предметов, которые относились до их обоюдного спокойствия и безопасности, и на сей конец подавать взаимно существенную помощь и самое действительное подкрепление. То есть Россия и Турция брали на себя обязательства взаимно охранять себя от посягательств третьих стран. Действие договора продлилось не более 7 лет, до 1840 года, но он стал показателем того, что Россия и Турция могут договариваться. Сейчас мы снова наблюдаем усиленную попытку как Анкары, так и Москвы найти пути максимально сблизить интересы наших стран и народов для возможно крупнейшего военно-политического союза в регионе, способного влиять на общую мировую обстановку. Регулярные встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Раджиапа Эрдогана и достижение договоренностей как по сирийскому урегулированию, так и по многим вопросам военного и экономического партнерства вселяют надежды на то, что уже в ближайшее время российско-турецкие отношения выйдут на небывалый уровень взаимопонимания. Однако отметим, что ни у Турции, ни у России на данный момент нет достаточного количества аналитиков и экспертов, способных быстрее донести способы решения многих разногласий между нашими державами. При этом есть страна, которая столетиями сосуществовала с Российской империей, а позже с СССР, чьи граждане, как никто, знают русскую ментальность, имперскость и широту души нашего народа. Это республика Азербайджан, у которой исторически крепкие связи как с Турцией, так и с Россией. Более того, фактически единый с турками язык и схожесть культур. В России этот фактор понимают на правительственном уровне, и не случайно 27 сентября 2018 года в Государственной Думе Российской Федерации прошел круглый стол «Россия и Турция. Направление стратегического партнерства» при участии официальных лиц и общественных деятелей Турции, России и Азербайджана. Он был организован при непосредственной поддержке общественного деятеля Азербайджана, кавалера Ордена Азербайджанского знамени, легендарного разведчика Ибада Гусейнова и Российско-Турецкого форума общественности РТФО. Ибад Гусейнов известен далеко за пределами своей республики, и сейчас настало время поподробнее о нем узнать о российскому обществу. Легендарный разведчик, который начал свою службу еще в спецназе Советского Союза и позже, когда страна стала трещать по швам, вернулся домой, чтобы защищать свой народ от удара мирового терроризма. Именно в боях за Нагорный Карабах проявились его истинное мужество и качество патриота своей страны, который уничтожил в личной схватке главу террористической организации АСАЛА Монте Мелканяна. Мелканян ранее занимался убийствами турецких дипломатов по всему миру и когда настал час, приехал в разрушающийся Советский Союз для того, чтобы ускорить его падение по заказу западных спецслужб. Этот подвиг Гусейнова помог не допустить прорывы под руководством Мелканяна армянских подразделений вглубь Азербайджана и укрепить на тот момент власть Гейдара Алиева, который разбирался с внутренними врагами молодой республики. Но не только этот подвиг принес Ибаду Гусейнову звание национального героя туркского мира и многочисленные высшие государственные награды Турции и Азербайджана. А в декабре 1993 года Ибад Гусейнов совершил еще один поступок, позволивший по наши дни отстоять большой участок территории на городе Макарабаха. Возвращаясь с развяззадания со стороны Мартуни, в глуби армянских позиций Ибад Гусейнов обратил внимание, что здесь есть стратегические точки, где можно расположить азербайджанские позиции, а значит углубить их на 12-15 километров вглубь территорий, контролируемых армянской стороной. Он берет на себя ответственность и роет вместе с боевыми товарищами на этом участке боевые окопы и траншеи. 26 декабря 1993 года Ибад вместе с группой воинов выезжают в сторону Бейлагана, чтобы привести подкрепление из сил местных батальонов. Однако по пути их машина попадает на противотанковую мину, в результате чего погибает один воин, и двое, в том числе Ибад, тяжело ранены. В результате Ибад попадает надолго в кому, затем долго лечится и восстанавливает свои силы, после чего вновь возвращается в боевой строй. Именно благодаря героизму, смекалке и личной инициативе Ибада Гусейнова сегодня стратегически важные участки азербайджанской малой земли в Хадшавенде находятся под контролем азербайджанских войск, и, соответственно, не весь Нагорный Карабах находится под контролем сепаратистов. На данный момент сам Гусейнов с боевыми товарищами продолжает защищать этот важный клочок азербайджанской земли, ставший в период основной фазы Нагорно-Карабахского конфликта неким аналогом малой земли, за которую бились все народы Советского Союза против фашистской Германии. При этом Ибад никогда не испытывал ненависти к армянскому народу, который в очередной раз стал разменной монетой в политических играх сильных мира сего. Более того, его главным лозунгом была пословица «Лес не без шакалов», которая по-русски звучит как «В семье не без урода». Эти слова относились ко всем, кто пытался рассорить народы, занимаясь провокациями и убийствами мирного населения. Его уважали как свои, так и армяне, с которыми азербайджанцы мирно сосуществовали долгое время на территории Нагорного Карабаха. Именно убеждение Гусейнова в том, что ненависть к странам и народам, которую усиленно навязывают внешнеполитические враги, можно уничтожить путем народной дипломатии в лице лучших представителей своих народов, вселяет уверенность в светлое будущее. Являясь личным другом президента Турции Раджепа Эрдогана, именно Ибад Гусейнов приезжал в Москву после того, как был сбит российский истребитель и пытался донести до российского истеблишмента, что это было провокацией для того, чтобы столкнуть лбами Россию и Турцию. В итоге в дальнейшем все подтвердилось. Про Ибада Гусейнова написано много книг и снято большое количество фильмов. Однако в них не до конца раскрыт его потенциал как достойного гражданина Азербайджана, способного внести огромный вклад в развитие российско-турецких отношений и, соответственно, укрепить в этом историческую роль своей родины, которая всегда, в самые сложные годы, не предавала Россию и, более того, сражалась вместе с ней с фашизмом. Отметим, что личные качества Ибада Гусейнова и его боевых товарищей могут поспособствовать и решению Нагорно-Карабахского конфликта. Кому, как не тем, кто прошел жернова братоубийственной войны, находить общий язык с армянами Карабаха, которые помнят еще мирное время и устали от этого бардака и беспредела, который им был дороман своими же политиками, желавшими получить свою долю пирога в том хаосе, который они принесли своему народу. Своим коротким сюжетом мы хотели донести до российской общественности информацию о фигуре национального героя тюркского мира Ибади Гусейнови. Человек с большой буквы, бывший спецназовец советских войск, воспитанный в общей культуре всех народов на территории СССР, который никогда не видел врагов в лице других национальностей. Именно он, на мой взгляд, способен принести вклад в развитие, в укрепление развития между Турцией и Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова